Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели в эфире передачи «Якутск. Сегодня у микрофона» редактор Мария Ким, со мной также мои коллеги Николай Слепцов, Айдын и Ольга Степанова. Мы транслируемся в прямом эфире. Вы можете позвонить к нам по двум номерам телефонов. Это 320066 и 321166. У нас на днях стартует первый чемпионат России среди студентов по спортивной борьбе, посвященный памяти первого президента Республики Саха-Якутия, первого президента Федерации спортивной борьбы Республики Саха Михаила Ефимовича Николаева. Оно пройдет в Якутске с 16 по 20 мая. Организатором выступает Северо-Восточный федеральный университет. На ковре встретятся сильнейшие борцы учебных заведений страны в весовых категориях от 55 до 130 килограммов. Всех желающих ждут с 17 по 20 мая в стенах Дворца спорта «50 лет победы». У нас сегодня в гостях Александр Викторович Черкашин, руководитель Центра физического воспитания и развития студенческого спорта и развития СВФУ имени Максима Кировича Амосова, член экспертного совета Российского студенческого спортивного союза. Скрябин Святослав Федорович, заместитель руководителя по спорту, управлении физической культурой и массового спорта Республики Саха-Якутия. Также у нас в гостях Никита Сафронов, студент второго курса, магистрант ИФКИС СВФУ имени Амосова, капитан команды, который примет участие в первом чемпионате России среди студентов. Добрый день я вас приветствую. У нас в студии. И, конечно же, готовы? Во-первых, здравствуйте. Добрый день. Готовы встречать гостей? Участники, наверное, уже потихоньку приезжают, да? Да. Сегодня будут первые гости. Это из Иркутского университета и плюс уже Тувенского университета. И еще плюс Красноярска прилетает. Сегодня первые гости где-то в 11 с копейкой вечером. Вечером? Да. Все по традиции, с Алабием, с Кумысом? Все по традиции, пусть наши гости почувствуют земли, а лонхо. Они как прилетели. Не зря же говорят, театр начинается с гардероба. У нас в Якутии всегда начинается с аэропорта. Почетных гостей наших встреч. По всем традициям народа Саха. Хотела узнать, почему именно Якутия стала площадкой проведения первого чемпионата России среди студентов? Ну, я могу еще ответить, подправить, Мария. Не первого, а до этого всегда проходила история испокон веков, как в Советском Союзе после распада России с 90-го года. И на территории республики Саха-Якутия это у нас первый раз проводится. И наши телезрители, наверное, спросят, почему в Якутии. Обязательно спросят. Да, потому что мы в 21-м году, начиная с 21-го года, и 22-й, и 23-й года, наш Северо-Восточный федеральный университет, общая команда, занимала первое место. Вот. И не только там республика Саха-Якутия, а как университет Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова. Вот. Могу еще добавить, это единственная, наверное, борсовская сторона, ВУЗ, который выигрывает дагестанцев. Поздравляю, Никита тут уже тоже сидит, да? Молодец, Никита. И плюс, у нас такая конкуренция всегда, у нас борьба дагестанскому федеральному университетам, всегда выиграем то один очко общекомандный, то два. Да, вот. Кабардино-Балкарии мы выиграли то же самое, на два очка только общекомандный. Но кто спортом близок, наверное, посчитаю, что два очка – это очень минимально. Да, да, да. Вот. И в этом году наши конкуренты, наши братья из Дагестана, тоже их университеты, тоже готовы прилететь большим составом, тоже, чтобы традицию нарушить. Ну и наши студенты, да, Никита, готов? Конечно, готовы. Площадкой проведения в республике Саха-Якутия впервые чемпионат России среди студентов выбран дворец «50 лет победы». 50 лет победы. Насчет вашей работы, сотрудничества, хотела бы поговорить. Когда вообще началась работа и вообще готов ли ваш объект к принятию такого масштабного мероприятия? С 2021 года у нас по линии Министерства спорта развитие студенческого спорта курируется именно Российский студенческий спортивный союз и АССК. С пола это будет. Среднее профессиональное образование. Сейчас у нас объект готова. У нас как раз сейчас стадия завершения ремонта к играм «Дети Азии». Да, у вас еще и жидобъект готовится встретить восьмые игры. Ну, практически будет как генеральная репетиция, да? Да. Встреча. Встреча. Объект готов? Объект готов. Вы готовы? Мы готовы. Все готовы. Никита готов? Готов. И вот хотелось бы сказать, кто отозвался для принятия участия? Потому что Якутия все-таки не так близко. Ну, более 20 регионов, и участвовало больше, ну, предварительно было 34 вузов, высшие учебные заведения. Ого, это же немало, это же 38 высших учебных заведений. 34, пока так, ага. А участников вообще слушать? Ну, в общем, участников, считаю, наших более, ну, больше, наверное, 300, наверное, будет. И все, ну, да, масштабное мероприятие. Я только сейчас поняла, что 34 вуза, это же вообще. А больше всего, чью команду вы, как бы, не скажу, боитесь и надо. Ну, дагестанцы, наверное, и... Ну, все равно, я понял, ага. А эти, Осетина, Владикавказ, тоже хороший состав у них. И из Красноярска тоже, да. Вы здесь встречались уже ранее с ними, да? Да, да, да. Ну, все, все достойные команды приезжают. Вот вы, командир команды. Сколько в вашей команде человек? А, сейчас... Капитан команды, командир. Сейчас вас до нас. Ну, могу ответить. Ага. Представляют наши северо-восточные федеральные сети. Ну, более 50 участников. Выдут, которые... Да, да, на ковре. И Черепчинского здравоохранения университета, у них, ну, 20 участников. И АГАТУ, у них 5. Учебные заведения нашего... Да, 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 да. Они как отдельная команда тоже выставляются. Ну, в общем, всех посчитать, ну, из нашей республики, ну, пока предварительно где-то, ну, я думаю, их около 100 будет, наверное. Ну, да. Ну, еще это надо посчитать еще нашу прекрасную половину. Девушки тоже будут? Да, девушка тоже. Там по вольной борьбе, по женской борьбе и еще по греко-ринвской борьбе. По трем стилям. По трем видам. Тогда это получается практически... Боль. Да. Универсиада, да, или как в несколько видов спорта. Это же все равно разные виды спорта. Да. И еще плюс, там чемпионы, призеры получат путевки на следующий чемпионат России среди взрослых. И плюс еще обговариваем, чтобы финалисты, которые первые, вторые места, ну, участвовали в следующем турнире Ивана и Регины, гран-при. И плюс чемпионы, они отбираются на чемпионат мира среди студентов, который планируется в октябре месяцев в Китай. Ну, пока город еще неизвестно, но предварительно так стоит. Так что, кто стал чемпионом среди студентов, отбирается на чемпионат мира среди студентов. Хотелось бы узнать, что вот чемпионат, который сейчас пройдет, он посвящен памяти нашего первого президента, Михаила Ивановича Николаева. Ну, могу сказать, что мы продолжатели нашего первого, нашего президента. И еще плюс, вот у руководителей, да, он, ну, из глав, можно сказать, да, он стал первым президентом Федерации спортивной борьбы. Ну, еще покопаясь историей, ну, первым именно, который президентом Федерации, ну, руководителей Николай Николаевич Волков, Михаил Ефимович, он девятый. Но как глава, как президент, он первый. Потом уже, как стала хорошей традицией, предстоящие руководители нашей республики уже становились президентом Федерации спортивной борьбы. После Михаила Ефимовича Вячеслава Анатольевича Штаров, потом эстафетной палочкой принял Егор Афанасьевич Борисов, а сейчас Айсен Сергеевич Николаев, наш глава. Так что, я думаю, мы продолжатели нашего дела Михаила Ефимовича, который он нашей республике большое дело сделал. И плюс, который сейчас пройдет летом, Дети Азии инициатором и большим новатором этих идей, это не секрет, это Михаил Ефимович Николаев, Дети Азии. Под его четким оководством прошли в 96-м году Дети Азии. И плюс, такое хорошее, как бы, оставил наследие, да? Да. Первым чемпионом таких игр, который сейчас руководитель нашей страны, это Георгий Руслан Шбалаксин, он стал чемпионом по боксу. Леонид Николаевич Спиридонов, министр спорта, Бугаев Александр Николаевич, уже более десятых лет заместитель министра спорта. Первый заместитель. Первый заместитель, да. Так что, вот, такое хорошее наследие идет. Ну, еще назвать таких очень много. Сейчас еще аппарате главы, еще наш прыгун, который... Надо вспомнить. Да, 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 тоже возглавляет, тоже аппарат главы тоже работает. Юрий Гаврилев? Да, Юрий Гаврилев, ты участвовал тоже. Ну, который национальным видом нашим. Ну, еще плюс, да, они же дальше пошли, в Олимпийских играх принимали участие, Леонид Николаевич там принимал. Да, еще плюс Лилия Ахаимова, который становился в 2008-м у нас чемпионом по спортивной гимнастике, он становился олимпийской чемпионкой в Токио. Ну, таких примеров очень много, ну, которые я вот сейчас знаю, так говорю. Если телезрители, если я о чем-то ошибся, я думаю, понять и простить. Поймут и простят. У нас зрители очень хорошие, очень добрые. Главный судья игр чемпионата? Главный судья игр у нас... Не чемпионата, вот, среди студентов, который сейчас пройдет. А, будет, сейчас, ну, Николаев Николай Дмитриевич, он будет курировать в этом плане. Главным секретарем будет Торговка Владимир. Участник Олимпийска тоже игр. Главный судья Вячеслав Кирошапкин. Да, вам нужно будет уже тут не подвести. Для вас это будет практически как заключительное сезонное, да? Да. Уже после этого вы на каникулы, отдыхаете. Да, на сборы, на летние сборы, уже, ну, это уже конец сезона, получается. И уже все на этом. Ну, да, не все на этом, все в этом сезоне. В этом сезоне, да. Ага, а сам, Никита, ты уже давно занимаешься вольной борьбой. Со скольки лет? И почему этот вид спорта? Ну, я с раннего, с начальных классов уже зашел. Я сам из Чаровчи, поэтому, наверное, меня уже там, я уже себя помню уже в борьбе, да. Практически сам. Ну, я сам учился в этом спортивной школе, и потом уже, закончив, поступил в Северо-Восточный федеральный университет, и уже вот третий год, что ли, выступаем на чемпионате России по студентам успешно, да. Ну, судя по новостям, какие я читаю, да, там, по статусам, которые я смотрю у Александра Викторовича, вы везде призовые места, да, 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 что-то не сглазит. Вот буквально вы откуда на днях приехали? Последние соревнования какие были? У нас были чемпионаты России по мужикам, да. Да, мне не очень выступил. Не очень, да. Ну, ребята там хорошо выступают. А где дагестанцев оставляете позади? На каком чемпионате это было? Ну, вот на стыдинчиках. Они такие, наверное, ну, сейчас Якутию поедем, да. Практически теми, с кем мы встречались до этого, они и идут тоже сюда, в Олладе. Да. И в этом году вот отметили, да, путевку на чемпионат мира, поэтому вот будет, наверное, конкуренция. Большая. До этого такого уже несколько лет не было, да? Да, не было. Поэтому, да, конкуренция будет уже посерьезнее. Ну, плюс это, во-первых, еще эта пандемия помешала. Ну, да. И, во-вторых, не будем затрагивать такую тему, что, ну, санкции. Вот. И плюс наши дипломаты, вот, Министерство иностранных дел тоже не сидят руки. Сложа руки, как говорится, работу ведут. И плюс мы выступали в экспертном совете Комитета Госдумы по молодежной политике и отправили нескольких ФИСУ. Это что, ФИСУ? ФИСУ – это международное студентское. Ага. И в любом студентском чемпионате мира, в универсиадах гимн страны не звучит. А там звучит гаудамус – гимн студента. И флаг тоже студенческий флаг звучит. Ну, с Якутией мы очень хорошую привилегию имеем, то, что мы можем взять свой флаг, да? Ну, конечно, нет. А так вот именно на мировом, я могу сказать. На мировом. Так что плюс, который проводит сущая сторона Китай, у нас в этом плане, у нас очень хорошие тесные отношения, братские. Это могу затрагивать как историю, как из Мао-Цедуна, как говорится, из времен, как со Сталином. У нас хорошая, добрая традиции. Так что вот в этом плане у нас дипломатическая работа тоже ведется. А вот для них чемпионат мира, допустим, да? Это же практически мечта всей спортивной карьеры, да? Ну, нет, олимпийские игры, из меня, для каждого спортсмена. Ну, тоже возможность, да, большая возможность показать. Но на мировом арене, поэтому со всей серьезностью подходим к этому чемпионату, да. Ну, все ваши друзья, которые будут принимать участие в этом чемпионате, они прямо настрой. Хорошо. Ну, все равно какой-то есть, да, человеческий фактор того, что... Ну, всегда есть, всегда есть, да. Но еще у нас в Якутске будет, поэтому, да. Стены помогают. Да. Надеемся на это. Ну, хорошие, молодцы, прям, вот, вот, желаю удачи, буду внимательно за этим следить. Ну, а я, высовай, у вас высовая категория? Да, 92 килограммов. А в команде есть те, кто в 130 килограммов? 125 есть, да. Какой Алла Вазарева просто высовала категория? Да, у нас, да, есть Хабаров Никита, Максимов Эдик, еще там парочка ребят, но это ведущие наши борцы республики. У нас какой-то весовой категория, там, верно. Ну, у них и в других командах тоже, да, вот, все это, каждый своего соперника, я так понимаю, имбирь, бильярдь, ну, знает. Да. Да, все знают, все друг друга уже. Ну, подготовка ежедневная. Да. Уже финальный, вот, финальный этап у нас уже через три дня пройдет, сейчас уже сгонка веса, там. Сгонка веса, хорош. А так вы, какой-то критерий, вы именно на тренировках смотрите, определяете, кто все-таки будет представлять команду Якутии, или там определенные же этапы прошли, да, там выиграли, тут выиграли, значит, ты идешь. Могу насчет отметить, у нас поэтапно, у нас проводится Национальная суденская лига борьбы. И сезон, как сезон идет. У нас 23-24 сезон. Первый этап прошел в Саранске, в городе, мы там, к сожалению, не успели там поехать. Это, как-то график не очень такой поставили, начало сентября. Второй этап проходил, это Краснодаре, начало декабря, и мы там успешно выступили. Вот, и в третий этап проходил в городе Владивостоке. Четвертый этап проходил в городе Красноярске. Хорошо, ну вот сейчас мы буквально на 4 минуты прервемся на рекламу и вернемся к нашему разговору. Еще раз добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. В эфире передача «Якутск сегодня». И у нас буквально завтра в Якутске стартует в Якутии впервые чемпионат России среди студентов по спортивной борьбе, посвященное памяти первого президента республики Саха-Якутия, первого президента федерации спортивной борьбы республики Саха Михаила Ефимовича Николаева. Мы продолжаем нашу беседу, и я у вас хотела, Светлана Федорович, уточнить. Со стороны УФКИМС сейчас у вас идет, вы подготавливаете площадку, вы подготавливаете, есть специальный отдел, который курирует у вас студенты? Да, есть. У нас отдел, курирующий отдел есть, отдел развития клубного и корпоративного спорта по направлению именно развития студентского спорта и трудового коллектива. Сейчас у нас отдел работает с Российским спортивным союзом и АССК. По календарному плану у них есть 20 соревнований, которые включены, вот, Российский спортивный союз и АССК, некоторые соревнования. Ага, сейчас у нас будет тесно работаем. А в целом Управление физической культурой и массового спорта в календарном плане сколько мероприятий? В целом у нас 266. В течение года вы проводите? В течение года, да, проводим такой массовый вид спорта. И еще вы становитесь площадкой проведения со стенами. Какого, вот, я хотела уточнить, какой вид спорта соревнования пройдут у вас в стенах в период проведения восьмых международных спортивных игр детязей? А, у нас проводится вот мини-футбол к детязям. Именно по этим у нас все готово. Хорошо, что только мини-футбол, да? Мини-футбол, да. Это именно массовый вид спорта. Массовый? Да, мини-футбол. Ну, вы тоже уже готовы, я так понимаю? Да, готовы. А ремонт начали? С прошлого года. С прошлого года уже практически заканчивается. Да. Ну, все, вы уже можете так спокойно сдаваться, и все, мы готовы. Да. Осталось-то буквально где-то, да, месяц? Месяц. Опять же, да, переходим. В детях Азии не принимал участие? Принимал. В каких? В шестых, в 2016 году, где здесь в Якутске проводились. Шестые вроде, да? В шестнадцатом. Ну, то есть тоже вольная борьба? Да, вольная борьба. До 58 килограммов выступал, занял второе место. Второе, ну, неплохо. Очень даже, очень даже хорошо второе место. А там тогда уже были, да, вот. Эти соперники, они, то есть, те партнеры, которые тогда, с которыми ты тогда сталкивался, они все еще у тебя, так вот, в этапе жизни. Да, они сейчас очень даже успешно выступают. Проиграл Азеру, азербайджанца, да? Ну, это был между собой, так, по-другому, да? Он сейчас отобрался, ну, выиграл лицензию на Олимпиаду, да. Так хорошо выступает. Это вот сейчас он будет представить? Да, да. Был напарником. Соперником. Соперником, извиняю. Соперником. У нас напарники у вас. И Техази, и сейчас уже на Олимпиаде. Ну, надо дать старт, не кидать. Ну, молодой, перспективный, все впереди. Настрой, да, должен быть хороший, чтобы прям выступить. Какой день ты выступаешь? Первый. Семнадцатого? Завтра? Нет, не завтра. Послезавтра? Нет, в пятницу. А соревнования со скольки начинаются? Соревнования начинаются с одиннадцати утра. И туда все желающие могут к вам прийти? Да, все желающие. Вход бесплатный? Вход бесплатный. Всех ждем. С семнадцатого по двадцатое число, а финал двадцатого уже? Там по высовым категориям идет по вольной борьбе, по женской, по греко-римской. Там разделение по высовым категориям, которые, ну, например, возьмем пятьдесят семь. Шестьдесят один, шестьдесят пять, семнадцатого, этот день, они же заканчивают, и финальные все там будут. А, в обувесовом категориям? Да, да, да. По новым правилам. По новым правилам. В один день. В один день. Там предварительные схватки, полуфинальные, финальные и награждения. Раньше такого не было? Нет, ну, практиковалось, конечно. Но мы будем, как Федерация спортивной борьбы России, регламу поставить, и будем четко по этому регламенту работать. Очень хочется узнать про женскую вольную борьбу. Ну, в основном, в Северо-Восточном федеральном институте у нас будет представлять трое прекрасных половин, и в Черепчинском государственном институте, ну, у них тоже где-то пять-шесть, наверное, участниц будет. Ну, в основном, конечно, лидеры, это Красноярский край. Девушки оттуда, с Красноярского. Да, да. И могу еще отметить, будет участница Олимпийских игр в Токио Ханум Валиева приедет. Ну, это прям любая, да? Она действующая чемпионка России, которая проходила сейчас в Москве, и она отобралась в Олимпийские игры еще, которые сейчас пройдет у нас для лета в Париже. Но она еще и сюда приедет. Да. Она изъявила желание, что приехать здесь. А наши девушки в какой весовой категории принимают участие? Ну, в основном, наверное, в самом-таки наилучшем весовой категории. Ну, я так понимаю, а вообще вы, как в Управлении физической культуры и массового спорта, вы можете мне... Какая-то вот динамика того, что девочки и девочки... В мое время, в вольной борьбе, девочки не принимали участие в соревновании. А сейчас это уже как бы... Да, сейчас участвуют, девушки есть. А греко-римская борьба? Греко-римская нет. Ага, греко-римская только мужчина. Только мужчина? Да, только мужчина. А в смысле, туда вообще девочки не пускаются? Нет, 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 там мушки, мушку. По женской борьбе это у нас идет только вольная. Ну, вольная, в этот день наступил, чтобы я это поняла. Я теперь буду знать, что в греко-римской борьбе девочек не наступает. А в греко-римской борьбе сам не пробовал себя? Нет, нет. Хочешь попробовать? Особо-особо нет. А вот мне поясни, пожалуйста, чем она вообще отличается? Ну, вольная борьба это можно... Это, наверное, вообще-то надо думать, почему она это справляется? Ну, там проходы ноги есть в вольной борьбе. А в греко-римской же сверху только. Только сверху, да? Ну, ноги трогать нельзя там. Просто... Да-да-да, на захватах сверху. А насколько у нас актуально среди студентов греко-римская борьба? Среди студентов, не знаю, но у нас сейчас в республике первый спортсмен, который будет выступать в Европе, в чемпионате Европы, первый из республики Саха-Якутия будет выступать по греко-римской борьбе. На чемпионате Европы. Да, я последнюю вот эту вот новость помню. Это кто был? Андреев. Он практически первый из Якутия, который будет выезжать и принимать участие. Да-да-да. Если мой память не изменяет, это до 23-х. До 23-х? Лет. Лет. Ну, греко-римская борьба в Якутию пришла. Наверное, не скажу, что как вольно это моя принципа, как веков мы этим занимаемся. А греко-римская борьба? Ну, греко-римская, она всегда, если затронуть историю, во-первых, в Олимпийских играх всегда была эта греко-римская. Да, как греко-римская. Но в самом слове терминология есть. Греко-римская борьба. Потом уже улучшилось несколько видами. Потом уже включили как вольную борьбу. В олимпийский вид спорта. Потом уже в 2000-м году игры в Сене уже включили женскую борьбу. Ну, вот я еще хотела узнать. Уже понятно, что у нас с 17 по 20 наши зрители поняли, что пройдет вот это вот первые в республике, первые в республике чемпионат России среди студентов по спортивной борьбе. В целом вообще студенты, я что не посмотрю Александра Викторовича, постоянно и тут кубок держите, там кубок держите, здесь кубок держите. Дай бог, чтобы, конечно, все время на кубок держать, кубок победителя держать. Вот сейчас вы вот этим чемпионатом заканчиваете, или у вас еще впереди какие-то есть, или будете уже на следующий сезон готовиться? Нет, у нас только начинается. А все только начинается. У Никиты уже, у Никиты уже. У нас только начинается. Мы не останавливаемся только на одном виде, как бы, больная борьба или спортивная борьба. Мы как смотрим более массовые виды спорта, игровые виды тоже смотрим. Это волейбол, в котором мы участвуем в студентской лиге. Сейчас наши студенты, юноши и девушки участвуют в Хабаровске. Вот сейчас вот в эти дни. И если они попадут в финальные части, то они будут, наша команда, отбираться на универсиаде, которая пройдет именно на даты Дети Азии, с 1 по 8 июля, пока планируется гореть Уфе. И плюс середина июня наша футбольная команда в Северо-осточную федеральную сеть, полететь. Там несколько туров. Это в город Нальчик, Владикавказ, Ставрополь и Сентуки. Вот. Это первые этапы. И это могу отметить не мини-футбол. Сейчас мини-футбол-теминологии нет. Сейчас поменяли футзал. А у нас это большой футбол. Большой футбол. Ой, я запуталась. Сейчас я не поеду. Вот сейчас вот только что мне, Санислав Федорович, говорил, что мини-футбол. А сейчас как? Сейчас футзал называется. Футзал. Да, это здание, которое производится. А у нас, мы, ну, в нашем территориальном таком, географическом, в нашем почти 9 месяцев зима у нас, как бы, априори не должно быть, как такой большой футбол. Но мы должны сломать такие стереотипы. И уже развиваем такой большой футбол. А где большой футбол, где большая политика играет. Вот. И плюс хочу поблагодарить Российский футбольный союз, который мы играем вместе с такими студентами, как Мариуполь, с Донецка, студенты, как Алчевска. Ну, выполняем тоже какие-то там дипломатические такие игровые встречи. Да, встречи. Потому что во время Великой Чистос войны тоже чемпионаты Советского Союза проводились по футболу. Вот. И в 43-м году даже, как взяли Сталинград, через неделю проводился товарищеский матч. По футболу. Да. Московский «Спартаком» и Волгоградским «Динамо». Угу. Ну, тогда был Сталинградский «Динамо». У нас телефонный звонок. Отдеваем наушники, послушай. Здравствуйте. Здравствуйте. Я говорю, что это другое. Привет. 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 Вот. Земляки увидели. Ну вот, теперь у тебя уже втройне большая ответственность, да? За себя, за СФУ, за своих земляков в Чуропчинске улозы. По национальным видам спорта, я так понимаю, Северо-Восточный Федеральный Университет тоже акцентирует и уделяет большое внимание. У вас там даже есть... Да. Я даже, простите, но я их не разделяю. В 22-м году мы при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Миноборнауки Российской Федерации и Российской студентской спортивной союзе открыли свою лигу по масс-рестлингу. Это называется Ассоциация студентской лиги по масс-рестлингу. Вот, и первый, в 22-м году в ноябре мы провели такие российские соревнования в Санкт-Петербурге, и в 23-м году провели первый чемпионат России среди студентов, это тоже в городе Санкт-Петербурге. Вот, и в этом году планируем провести в городе Сочи университет Сириуси на базе. И руководством в апреле месяц командировка съездил, встретился руководством, намечили дорожную карту, подарили вместе с Российской Федерацией масс-рестлингу два помоста в университете Сириуси, провели мастер-классу общепризывательным школьникам, студентам. И в этом, и будет у нас чемпионат России среди студентов по масс-рестлингу, начало декабря проводится на Олимпийском объекте. А Олимпийский объект в Сочи сейчас принял жить в университете Сириуси. И мы хотим это, как честь, как десятилетие Олимпийских игр зимних. Это вот тоже? Десятилетие, да. Мы в 2014 году провели, а сейчас у нас через 10 лет. Так что у нас руководство Сириуса очень полюбило наш национальный вид спорта. Масс-рестлинг. Да, масс-рестлинг. И они будут поспособствовать всем, вплоть до проживания. И вообще, я так понимаю... Кстати, еще, Мария, извиняюсь, что перебиваю вас. Все страшно. Президентом Судейницкой лиги масс-рестлинга является наш ректор Николаев Анатолий Николаев. Так что в этом плане планка держим, работаем. Да, это будет держать. Так что все равно мы должны всегда инстантировать наш национальный вид спорта, потому что мы должны показать, кто мы, какой мы национальности и культуре несем. Уважаю. Очень уважаю ваши студенты. Еще хотел бы выточнить. Масс-рестлинг вообще среди студентов у наших, понятно. А у других вузов, которые из других регионов? Из других регионов? Ну, практика показывает, в прошлом году в Санкт-Петербурге участвовали более 28 вузов. Более 20 вузов. Ага. И плюс мы работаем несколькими студентскими лигами. Например, студентская лига бокса, арм-рестлингов, тяжелой атлетикой. Они в основном такие виды спорта будут участвовать. Вот. И в самом слове в городе Сочи, сами понимаете, участников очень будет много. И, я думаю, не побоюсь этого слова, и руководство. Я вам желаю удачи в декабре детям где? Да, в декабре. Ну, сейчас наши главные тренера, которые у нас Александр Александрович Захаров, Захарова Яна Юрьевна и Егор Петрович Кудрин, который сейчас исполнительный директор студентской лиги. От всей души я прям желаю, что у нас все пройдет хорошо, потому что это в Кимсе и площадка готова. Желаю отлично провести это мероприятие, одно из самых крупных масштабных мероприятий, которые проходят у нас в республике. И хочется напомнить зрителям, что оно пройдет с 17 по 20 мая во дворце спорта «50 лет победы». И, как сказал Станислав Федорович, вход свободный. Вход свободный. Свободный. Ага. Приходите. Будут бороться девочки и мальчики в разных весовых категориях. Это от 55 до 130 килограмм. Спасибо большое, что были с нами. До скорых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok